В 152 первоклассника в этом году переступили порог центра образования. Прошедшие с утра дождь и ненастное небо не испортили настроение детей с нетерпением, ожидающих своего первого звонка. Я иду в школу с отличным настроением, жду пятерок и успех. Иду с хорошим настроением, жду учения и новых друзей. С каким настроением в школу идешь? С очень хорошим, я рада, что я иду в школу. Чего ждешь от школы? Радости, веселья. Что у меня будут лучшие друзья. Я хочу хорошо учиться, я в будущем хочу стать сценаристом. Я думаю, что в школе очень будет круто. Торжественная линейка в центре образования всегда тематическая. В этот раз праздник был посвящен полетам. Родители в костюмах бортпроводников исполнили творческий номер, а учителя запустили в небо воздушные шары. Три, два, один, поехали! Центр образования – самая молодая школа нашего города, открытая в 2019 году. Несмотря на юный возраст, учебное заведение уже заработало себе хорошую репутацию. По итогам прошлого учебного года школа стала лауреатом премии «Знак качества» среди инновационных площадок Института системно-деятельностной педагогики Людмила Петерсон. Спасибо всем! Это наша общая победа. А значит, нам есть чем гордиться и цель полета не за горами. Желаем всем доброй дороги и чистого неба! В этом году коллектив центра образования пополнили два молодых педагога. Выпускницы городецкого педагогического колледжа, которые закончили обучение с отличием, теперь учителя первых классов. И мы очень рады, что они присоединились к нам, потому что новая молодая кровь – это всегда очень полезно, это очень здорово для школы, это огромная удача. Мы будем стараться их поддерживать, помогать во всем, чтобы они почувствовали себя нужными, важными в этом нелегком труде. После завершения линейки правоклассники вместе со своими учителями отправились знакомиться со школой. Потом их ждал первый урок – урок знаний. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.